В театре кукол премьера. Спектакль, который поставили благодаря гранту главы республики, сегодня впервые показали зрителям. Посмотрела его и моя коллега Юлия Важенина. Что на земле всего сильней? На этот вопрос пытаются ответить герои одноименной сказки Петра Хузангая. Мельник, силач, кузнец, полководец. У каждого свой взгляд на жизнь и лишь один верный. Но какой зрители должны догадаться сами? Вода! Вода сильней всего! И скоро тут конец! Это постановка моноспектакль, а это значит, что все семь ролей играет один человек, художественный руководитель театра Юрий Филиппов. Он водит кукол, играет на народных инструментах, танцует и поет вживую. Причем все это одновременно. В этом произведении, конечно, очень большую роль играют куклы. То есть они необычные, не то, чтобы мы привыкли видеть. И то, что это моноспектакль, это очень оправданно, потому что именно только в моноспектакле можно показать на сцене всю трагичность судьбы именно этого странника-сказочника. Он ходит из города в город, рассказывает свои истории и собирает свои копеечки. Но, тем не менее, доносит до зрителей добро, доносит до зрителей правду жизни. Особую роль в этой постановке играют декорации. За них отвечает один человек, который и превращает обычные вещи в живых героев. Прелесть декораций в этом спектакле, в данном, который мы будем сегодня показывать, в том, что они, во-первых, универсальные, во-вторых, компактные. И вот на примере одной простой шляпы, как элемент убора головного, может превратиться элементарно уже в одну из важных пояснительных частей сюжета. И то есть превратиться уже в мельницу, которая будет жить, как скажет артист. Зрители на полчаса перенеслись в волшебный мир, уходить из которого совсем не хотелось. Мне понравилось, что как люди там звали, и куклы делали, и актер говорил. Ну и, конечно, им удалось ответить на главный вопрос сказки, что на земле всего сильней. На все сильнее, правда. Этот грантовый спектакль – первая, но не единственная премьера. Зрителей ждут еще три постановки – «Непослушная ЛДП», «Репа» и «Голубка». Юлия Важенина, Анастасия Алангина, Сергей Адушкин, Республика.